Спартак впервые победил при Станковиче, Динамо выиграло первое дерби сезона благодаря Луневу. Новый сезон российской премьер-лиги, РПЛ, постепенно набирает обороты. Определяется лидирующая группа, а также вырисовываются главные аутсайдеры. Зенит продолжает доминировать, Динамо победила в дерби, а ЦСКА и Спартак набрали первые три очка. Подробнее об итогах второго тура РПЛ, в материале «Известий». К очному поединку Крылья и Советов и Ростов подходили с разным настроением. Если команда Валерия Карпина вполне достойно сыграла в ничью с ЦСКА, 0-0, в условиях адской жары, то сам Артса в природных трибунах буквально уничтожил Зенит, 0-4. Календарь подарил Крыльям возможность реабилитироваться перед домашней публикой. В первом тайме подопечные Игоря Осенькина чаще владели мячом, однако в атаке мало что получалось. Ростов же огрызался опасными контратаками, но довести дело до логичного завершения не мог. Ситуация изменилась, когда футболисты уже мысленно готовились идти на 15-минутный отдых. Уткин прострелил в штрафную на ком Личенко, а на пути возник солдатенков. Защитник Самарцев срезал мяч в собственные ворота, аккурат в правую девятку от Ломаева. После перерыва гости укрепили преимущество. Бразилиц Роналдо отдал разрезающую передачу на вышедшего на замену Галенкова, а тот мощно приложился по мячу. Удар получился на загляденье, с линии штрафной в дальний угол. Закрыли и стало немного боязнно. 0.4 от Зенита, 0.2 к середине второго тайма от Ростова, не на такой старт сезона рассчитывал Осенькин. Отыграть один мяч хозяевам удалось, а Роско подкараулил отскок после удара Цепченко. Но на большее Самарцев не хватило. Более того, ростовчане еще и укрепили свое преимущество. Осипенко протащил мяч до штрафной и покатил на Ланговича, который спокойно завершил комбинацию, 1 к 3. Крылья обосновались в нижней части турнирной таблицы, пропустив 7 мячей в двух домашних встречах. Осенькину нужно срочно что-то менять, иначе к проблемам с игрой добавится и психология. Матч между Пари и НН и ЦСКА подавался под соусом противостояния двух сербских тренеров, один из которых, Саша Ильич, играл под руководством Марка Николича в партизане. Перед стартовым свистком оба специалиста тепло приветствовали друг друга и долго о чем-то беседовали. С началом встречи разговоры о дружбе сошли на нет, армейцы принялись душить своего соперника. Помог быстрый мяч. Примечательно, что в голевой атаке отметились сразу несколько новых для ЦСКА фамилий. По флангу атаку разогнал круговой, после передачи Бестровича мяч прилетел к Жамаледдинову, а финальную точку поставил Мусаев. Породистый гол центрального форварда, мгновенно сориентировался, сложился, точно пробил в падении. После стартового рывка армейцы переключились на пониженную передачу, в первом тайме так и ограничившись единственным попаданием в створ за тайм. Нижегородцы отрезками чаще владели мечом, но не создали ни одного опасного момента у ворота Кенфейла. Единственное светлое пятно в игре Паринейн в плане созидания, смело бравший игру на себя Царукин. Вторая половина встречи началась по сценарию первой. Обликов навесил со штрафного, Раша стянул на себя защитников и сделал скидку на Дивеева, который с близкого расстояния головой довел счет до двух двоеточий и ноля. Преимущество стало комфортным, и у красно-синих пропала необходимость форсировать события. Но даже в довольно инертной игре ЦСКА был ближе к разгромной победе, чем хозяева к первому голу. На 78-й минуте это подтвердилось, а соорудили атаку два воспитанника петербургского футбола. Круговой сперва ошибся, но затем доработал в прессинге и вырезал передачу на партнера по команде, а Обликов не подвел. 4 очка в первых двух туры на выезде, Николича можно поздравить с бодрым началом в ЦСКА. А у Парины на огромные трудности, команда не побеждает на своем поле 8 месяцев. И нет ощущения, что Ильич знает, как исправить положение. Пока среди всех тренеров РПЛ он главный кандидат на выход. Гегемон последних лет пугающе мощно начал сезон. После уверенной победы в Суперкубке над Краснодаром, 4 к 2, последовал разгром крыльев, 4 2 и 0, в первом туре, а теперь было разобрано запчасти Рубин. Причем в этот раз ничего не предвещало беды. Казанцы очень неплохо начали и в первые полчаса практически ничего не дали создать у своих ворот. Видно, что команда Рашида Рахимова была сверхзаряжена на борьбу, безруков вгрызался в каждое единоборство, Деку в одиночку рвался сквозь оборонительные редуты Зенита. Но хватило Рубин ненадолго. На 36-й минуте Вендел отыгрался в стенку с Педра и прострелил вдоль ворот, где в одиночестве стоял Глушенков. Новичок Зенита забил пятый гол в трех матчах и поздравил маму с днем рождения. Их связка с Венделом работает как часы, из матча в матч отмечаясь результативными действиями. Петербуржцы не стали отступать и мигом забили второй мяч. Глушенков выстрелил из-за штрафной, но попал в отставленную руку Вуя Чича. Арбитр Артем Чистяков после просмотра Вар назначил пенальти, а Касьера его реализовал. 0.2 к перерыву в матче с нынешним Зенитом, это приговор. Второй тайм превратился в формальность, интрига была уже только в том, сколько еще забьют сине-бело-голубые. Как выяснилось позже, мяч в воротах Нигматулина побывает еще дважды, отметятся Педра и Зидор. Зенит не создал много моментов, но был невероятно точен в завершении. 5 ударов в створ и 4 гола, солидная реализация. Кто и как собирается останавливать дорогой петербургский суперкар, набравший огромную скорость с самого старта сезона. Первое дерби сезона получилось зрелищным. Началось все с шедевра Гогнидзе. Бетела угостил полузащитника мечом, а тот со всей дури пульнул в дальнюю девятку. Так счет открылся уже на 12-й минуте. Затем свое слово сказал локомотив. Шустрый Пеняев, который после ухода Глушенкова примерил на себя роль лидера, протащил мяч к штрафной покатил на Воробьева, а тот пихнул его над ногой Лунева, один к одному. Новичок железнодорожников забивает во втором матче к ряду. После этого казалось, что вот-вот, и хлынет поток голов, но команды приберегли их на второй тайм. И удача в этот день оказалась на стороне динамовцев. Как бы ни огрызался Лока, и особенно Сорвили, во второй половине свои фамилии на табло записали только хозяева. Сначала с передачи Бетела отличился Майстерович, а затем за дело взял Сангамали. Победа Динамо от 3 к 1, хотя голов могло быть и больше. Лунев провел лучший матч в РПЛ за долгие годы. Если бы не галкипер, локомотив ушел бы с поля совсем в другом настроении. В матче с локомотивом динамовца удивили стартовым составом, и тем, как смело команда действовала с учетом всех потерь, подчеркнул в беседе с известиями бывший футболист белоголубых Алексей Петрушин. Сразу 10 молодых футболистов побывали на поле, в какой еще команде РПЛ такое возможно? Их молодецкий задор и жажда борьбы стали важными факторами победы. Понятно, что без ошибок не обошлось, но все равно было очень приятно следить и болеть за такую команду. Уверен, что благодаря Динамовской академии и эндуумент фонду Динамо новых юных звезд будет с каждым годом только прибавляться. Ну, и, конечно, стоит отметить Лунева. Факел в день игры с Акроном отмечал новоселье. Подопечные Игоря Черевченко перебрались на новый десятитысячник. Обычно такие эмоции придают команде дополнительные силы. А воронежцам они были ой как нужны, особенно после поражения от Динамо, 0-2, в предыдущем туре. Но Акрон не собирался дарить подарки новоселам. Игра получилась контактной, с большим количеством единоборств. У хозяев, как всегда, были активны квиквиски Риапаев. В составе тольяттинцев выделялись балканца Ланчар, Джурасович и Димоски. Уже на шестой минуте главный арбитр Евгений Буланов прибегнул к помощи Вар и не стал удалять за грубые фолл защитника Воронежского клуба Сергея Бажина. А в компенсированное время красная карточка все таки была показана, Марков прошелся шипами по голеностопу Димоски, из-за чего был отправлен в раздевалку раньше других. Получив численное преимущество, Акрон стал играть смелее. На 64-й минуте количество атак переросло в качество. Мяч после удара Тимошенко пересек линию ворот Беллиянова. Еще через 12 минут Акрон поставил жирную точку. Салтмурат Бакаев промчался по флангу, сместился в центр штрафной факелы и с рикошетом забил. Второй гол на бичка от тольяттинца в двух матчах. Уже можно говорить о том, что дебютант РПЛ угадал с этой покупкой. Историческая победа Акрона со счетом 2-2.0, первая в элитном российском дивизионе. Спартак одержал первую победу в сезоне, Дейн Станкович может быть доволен итоговым результатом. Встреча с Химками получилась драйвовой, особенно первые 45 минут. Отмененный после видеопросмотра гол Веры, незабитый по Нальти Бангонде. Настоящие эмоциональные качели. После перерыва Станкович убрал Игнатова и выпустил Зинковского, освежив левый фланг атаки. Антон действительно добавил креатива и совершил несколько бодрых рывков, но гол пришел откуда не ждали. Новичок Спартака Барка пробился штрафного точно в правый верхний угол. Удар получился идеальным по траектории. Впрочем, это не удивило, аргентинец, мастер стандартных положений, такие штуки он проворачивал и в предыдущих клубах. Укрепил преимущество гостей Угольде. Для него этого также дебютный мяч за московский клуб, только Кастарикансу потребовалось для этого 14 матчей в РПЛ. Еще один гол забил сербский центральный защитник Бабич, подключившийся к атаке. Химкам в самой концовке удалось подсластить пилюлю. Магомедов огорчил Максименко, 3 к 1. «Однозначно, Спартаку есть куда расти», рассказал известием легенда Спартака Валерий Кичинов. «Во-первых, нужно стабилизировать результаты, чтобы не повторить прошлый сезон. Тогда одну игру проводят хорошо, а следующую проваливают. Нужно держать определенный уровень. И, во-вторых, нужно найти баланс. Чтобы и в нападении, и в центре поля, и в обороне был порядок, и чтобы были футболисты, которые надежно контролировали игру и мяч. Если команда продолжит играть так, как с Химками, или даже лучше, то у «Зенита» появится достойный конкурент. Спартак одержал важнейшую победу на выезде и поднялся со дна турнирной таблицы. В следующем туре «Красно-белые дома» примут крылья, которые после двух поражений будут рвать и метать. Посмотрим, удастся ли команде Станковича сохранить запал.